Всем привет, с вами Армаг и мы продолжаем. У нас уже идет второй сезон, пока у нас дела очень и очень неплохо. Идем на четвертом месте. Не знаю, как до конца сезона, выдержим ли мы такой темп. Пока нам попадаются и команды слабые, то у нас, значит, круг будет заканчиваться с более сильными командами. И неизвестно, как мы в конце круга сможем удержаться на этих позициях. Сейчас матч против Динамо Киева будет. В принципе, дважды мы их побеждали. Возможно, в этот раз тоже будем праздновать победу. Ну и дважды мы у них выигрывали, когда играли по нашей второстепенной тактике. Не знаю, стоит ли ее задерживать. И в этот раз, или все-таки сыграть в стандартной 4-4-2, к которой мы уже привыкли, и игроки у нас куплены и подобраны именно под эту самую тактику. Итак, мы будем играть во втором квалификационном раунде в украинском кубке против Нивы Тернопольской. Ну, довольно интересно. У нас всегда напряженные игры с Тернопольской Нивой. И тут еще и в кубке нам с ними играть. Так, Тернополь, Динамо, Киев. О, они изменили тактику. Теперь они играют не так против нас. Кривой у нас не играет. Значит, выпустим Богданова. Так, Василий Климов выздоровел. Значит, вместо Курицкого сыграет у нас все-таки Василий Климов. Хотя Климов может сыграть слева. Шоповалов справа хорошо играет. А кого-то да в центр. Так, у нас есть Шоппин. Выздоровел. Значит, будет на замене вместо Дубчака. 6.74 играл. А Яценко у нас отыграл. 7.38. Ладно, пускай играет Яценко. Кирилла. Вот его очень опасно ставить. Не знаю даже. Кошелюк 7.3. Еще Повалов чуть получше. Так, ну Банада в центре может очень неплохо сыграть. Значит, слева сыграет все-таки Климов. Ну и поехали. Небольшие все-таки перемены у нас в клубе есть на этот матч. Ну, они не такие уж существенные. Так. Мы считаемся уже даже фаворитами. Такие команды, как наши, должны без проблем побеждать в подобных играх. Мединский на Богданова. Можно запускать по правому флангу Шаповалов. Шаповалов сразу на вес. Ух, как опасно-то, а! И Тормозов сейчас мог уже на первой минуте забивать гол. Так, а тут уже была атака в нашу сторону. Плетеницкий на месте. Вперед на Тормозово. Какой выход 1 на 1! Ай-яй-яй! Совсем чуть-чуть не хватило. И счет открываем не мы. Где Мега? Виталий, где Мега делает счет 1-0. Да, как-то все пошло не по плану. Давили мы, а пропустили тоже мы. И оценка желтую карточку успел получить. Наш угловой. 1-1. Спичка забивает. Молодцы! Хотя бы отыграли с первым таймом. Тормозов снова в элсайде. Так, спокойно. Мы по-прежнему не потеряли шансов на победу. Надеюсь, что игроки у соперника устанут быстрее, чем мои. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Шепелев завалил Богданова и получил красную карточку. Вот это уже хорошо. Воспользуемся ли мы только этим? Не знаю. Вместо Богданова давайте сгуру выпустим. Кстати, у Тормозова пишут, что он вроде как плохо играет. Но я всё же ему доверяю. И раз уж яценка получил карточку, вместо него выпустим Шопина. Дабы не рисковать. А то может и у нас получится красная карточка. Ну и пока без моментов. Похоже, будет 1-1. Неужели надо было играть всё-таки нашей второй тактикой? Ой-ёй-ёй! Все в атаку. Так, мне ничего не видно. Где режим просмотра? Вот обзор. Да что ты будешь делать, блин? Ну игра, в общем-то, и так закончилась. Один-один. Это был не наш день. Будем опять спускаться в турнирной таблице на пятое место. Уже 15 очков у нас. Да, что-то с реализацией у нас не особо. Вы посмотрите, насколько Платонов по потенциальным способностям оценивается. Впечатляющая победная серия Тернополь закончилась. Я не предаю. Спичка, да, сыграл хорошо. Молодец, как бы. Ну а теперь матч с Тернопольской Нивой, которой мы будем играть, скорее всего, вторым составом. А мне вообще все равно на этот кубок. Это лишь возможность наигрывать второй состав и давать возможность играть, ребята. Мы даже в своем чемпионате не являемся лидерами, поэтому прийти не давать на какие-то хорошие результаты тоже особо в кубке не стоит. Вот если бы мы вышли в финал, а потом автоматически попали в высшую лику, это да. Но это что-то заоблачное для нас на данном этапе. Тернопольская Нива тоже будет играть 4-4-2. Так, ну а мы вместо Голобобова выпустим Кирилла. Яценко у нас вообще дисквалифицирован. Выпустим Дубчака, пусть побегает. В нападении будет Ака Настаси и Сгура. Курицкого выпустим. Гаврыша тоже самое. Даже Громьяка, наверное, выпустим. Так, справа. Есть ли у нас кто-нибудь, кто может сыграть? Так, Гаврыш. Он в основном по центру. Скиллы у него начали падать. Кошелюк может справа сыграть. Тоже давненько не играл. И Соколовского вместо спички поставим. Вот такой вот второй состав у нас поедет на кубок. Победы, конечно же, я. Наибольшие шансы на победу. Так. Выставим только прессинг без плотной опеки, пожалуй. Так, пожелаем просто им удачи. Да что такое? Теперь я вот так вот постоянно должен смотреть. Как это изменить? О, поле полное. Отлично. Момент даже у нас первый. Угловой подавали. Ну, это, я думаю, ненадолго. Снова это дерби. С тернопольской Нивой. И счет уже открыт. 1-0. О, с офсайда не засчитали мяч. Тем лучше для нас. Пока вроде все играют, кроме того же Климова. Нормально. Странно, что Климов и Курицкий. Ну, Курицкий понятно. Он не основной игрок. После первого тайма. Счет 1-0. Забейте гул, это все, что нужно для победы. Как-то не впечатлились игроки от моих слов. Башлай по правому флангу. Здесь Дубчак хорошенечко сыграл. Пытался сразу же организовать быструю контратаку. Ну, за попытку ему спасибо. Так, Чонко, Донец, навес. И... Снова в офсайде был. Нападающий Нивы Тернопольской. Сгура Кошелюк. Да, как-то игра у наших ребят не идет сегодня. И совсем чуть-чуть им не хватило, чтобы все-таки выйти вперед. Ну, что, давайте выпустим Богданова. Чтобы у нас хотя бы атака начала работать. И поскольку Курицкий у нас играет плохо, на поле выйдет Поленчук. И все равно Нива больше нас прессингует, чем мы ее. Возможно, стоит изменить вообще... Ой-ой-ой, счет таки открыт. Багдасаров. Да уж. И снова они давят. Значит, пора менять тактику на поле. Да, в принципе, нормально. Просто испытаем эту... О, еще и пенальти. Просто замечательно. Не смог парировать. Багдасаров делает дубль. Ну, а как наша вторая тактика? Точнее, первая, которая... О, она вот как раз... Заиграла. Поленчук делает счет 2-1. Молодец. Ну, вот играться, я думаю, времени уже не будет. Да, 2-1. Ну, зато не позорно, молодцы как бы. Сегодня просто не наш день. Да, ребята завелись. И это хорошо. Главное, что это никак не повлияет на наше место в чемпионате. Для нас это очень важно. Так, сегодня выбило из турнира. Теперь мы сможем сфокусироваться на целях. Да не буду ничего говорить. Будет считать, что он сильнее вас в игре в психологии. Мне все равно. После Поленчука. Это второй состав. Чего вы хотите и требуете от второго состава. Тренерские сборы. Индивидуальные тренировки я всегда начинаю. Все остальное я просто игнорирую. Трансферное окно закроется через неделю. Спасибо, что напомнили. Есть ли там адекватные игроки, с которыми... Хотя у нас проблемы с деньгами. Мы покупать точно никого не будем. Да и конкуренция у нас и так довольно большая. Так, трансферное через несколько... Не планировали новых трансферов. Подходит к этому матчу. Окрыленная победой 5-0 над Зиркой. Я не обращаю... Внимание, совсем состоялась ваша схватка. Насколько это повлияет. Я абсолютно уверен в силе своей команды. Так. Все хорошо. Building CSS Фратегид Empire. Насколько это повлияет. Да и определяет ее constant quality. Охот. Да и объединяет она Fool. Разозлили меня Проиграли все-таки 4-1 Хотя бы на последних минутах сумели Со штрафного Климов подал на Мединского И он замкнул Спустились на седьмое место Так, игрой Это был ужасающий Результат Платонова снова в сборную вызывают Впереди матч против нефтяника Укрнефть Новый президент Александр Я просто в восторге Не знаю я Кто восстановится Кто не восстановится Так, и нужно тактику поменять Раз уж у нас вот эта вот тактика Особо не работает Расстановка с пятью защитниками Вот есть хорошая защитная тактика Вроде как А вообще Хотя попробуем и это наиграть Все-таки попробуем через 4-4 Или вот так вот даже попробовать Просто у нас здесь Нет на позиции вот этих вот игроков Нормальных Так, а какие еще есть варианты Вот так вот узкий вариант Но этот вариант нам подходит Наверное больше Так, с пятью защитниками 5-2-3 Так, ну мы центр таким образом будем Проигрывать Так, расстановки с пятью защитниками 5-4-1 Вот так вот Или с одним опорником попробовать Одного нападающего 4-1-4-1 Типа сыграть 5-2-3 А, ну это мы знаем 5-4-1 Ромб Почти все то же самое Есть еще 5-3-2 С опорником Ого, какая-то лесенка Вообще получается Наверное все-таки вот так вот 5-4-1 При этом с опорником Вот так вот То есть центр получается Более насыщенным Как бы Но при этом и давление На соперника Гораздо ниже становится Давайте инструкции Так Навешивать в штрафную Отдавать паз в свободные зоны Больше вертикальных передач Хлесткие навесы И в обыгрыш Защитников Использовать фланги Играть широко Отодвинуться от ворот Прессинговать еще больше Использовать плотную опеку Овсайдную ловушку И взвинтить темп Ну как-то так Но играть пока будем все же 4-4-2 Нашей Так впереди у нас там Богданов Климов Климов у нас играет На левом фланге Мединский по центру Шаповалов Справа Так 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 Отласюк На своем фланге Последнее время Стал играть плохо Но мне некем Его заменять Так Сгура тогда будет играть Кривой Травмирован А где тормозов Мишейнин А вот он Хорошо И оценка слева Голобобов Сыграл Ну так себе И оценка 6-82 Ну немножко лучше Шоппина Так Богданова Или все-таки Сгуру Сгура пока вообще Не забивает у нас В этом сезоне Соколовский Вместо того же Громьяка Который слабенько Играет Он будет на замене Все-таки В центре В центре Кого же нам Поставить Полянчук Полянчук Тоже как-то Слабенько У нас Играет Последнее Время Ну по его Характеристикам Видно Почему Время Так Обурнелло К Анастаси Попробовать Его В центре Задействовать А у него Плохой Пас Вот тебе И на Зато Дальние Удары Хорошие Ну попробуем Его все-таки В центре Задействовать Не знаю Что из этого Получится Конечно Ну поехали Пробуем Соперник Тоже Играет 4 4 1 1 Вот пошла Тема То у них Или может Это они Против нас Все так Ставят Свою Экспертную Тактику Так Ну тут Мы уже Расставились Тут ничего Меняться Пока не Будет Соберитесь И покажите На что Вы Способны От Лосюк Вдохновился Даже Анастаси Ну надеюсь Ака Анастаси Сегодня Спасом Не подведет И у него Будет Пару Моментов Чтобы Бить Издалека Климов Навес Еще Один Угловой Ох Легко Справляются Они В своей Штрафной Не давая Нам Ничего Сделать Из того Чего Нам Хотелось Бы И Нефтяник У Карнафта Всего лишь На Одну очко От нас Отстает Поэтому Нам Нужно Нужно Побеждать Богданов Травмировался Это Значит Теперь Будет Играть Кошелюк Точнее Сгура В том Сезоне Сгура Играл Выше Всяческих Похвал Но в этом Сезоне Что-то У него Игра Совсем Мне Идет Ууу alan Какой Разрезной Пас Ой Ой 1 0 Как так Можно давать Играть Сейчас это практически гол в раздевалку. Да уж. Я надеюсь увидеть другую команду во втором тайме. И при этом мы меняем тактику. Попробуем нашу новую тактику с одним опорником. Опорника кто у нас? Мединский может сыграть. Тормозово в атаку. И давайте попробуем, что из этого получится. С одним опорником у нас должен быть более насыщен центр поля. Это значит, что мяч у нас тоже должен держаться больше. Но это по идее. А как оно там будет, неизвестно. Спичка сравнивает... О, нет, не засчитали. А к Анастасе надо заменить. Выпустим Банаду. Он вроде как даже не на своих родных позициях. Неплохо себя у нас проявлял в команде. Блин, ну неужели не смогут отыграться, а? Нарушение Воронкова и пенальти. Вот это шанс. Это реально шанс. Главное, чтобы не подвели ребята. Давай бей уже. Сколько можно тянуть любителей интриги. Атласюк. 1-1. И еще, в общем-то, есть немного времени для того, чтобы попытаться вырвать победу в сегодняшнем матче. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ну тут уже все, конец игры. 5 секунд осталось. 1-1. Обидно. Невероятно, но мы смогли переломить ход матча. Поэтому я ними горжусь. Хотя, конечно, сыграли плохо. Остались на седьмом месте. Так, были в ярости, когда судья назначил. Полностью соглашусь с судьей. Каково это пропустить? Любые голы меняют ход матча. Итак, сегодня будет закрытие трансферного окна. И купить я никого не могу. Отказаться не буду я принимать участие в закрытии трансферного окна. Все, трансферное окно закрылось. Регистрируем свой состав. Ну, они и так зарегистрированы. Итак, растет на меня давление, что я пытаюсь выжить Полянчука. Да, он сам, по-моему, себя пытается выжить. Так, что мы обязаны ежемесячно выплачивать 16 тысяч, чтобы погасить взятый ранее кредит в размере полтора миллиона. Ну, платите я-то тут при чем? Не буду я про Полянчука разговаривать. Пускай уходит, я не против. Так, Александр Яценко. Считает, что обещание не выполнил, что я не усилил состав. Да ладно тебе. О, хотят со мной поговорить. Ну, давайте. В команде последними кто-нибудь из вас может объяснить, в чем дело? Я уже держу несколько кандидатов так. А что они говорят? Что вы были неправы, когда проигнорировали опасения Ивана по поводу продажи Валентина Громьяка. Он был очень важным, и мы не понимаем, как вы могли позволить ему уйти. И это означает, что сейчас я должен поддерживать баланс, а не предпринимать необдуманные действия, как этого хочешь ты. Я доволен командой, и не считаю, что это... Хотя некоторые вы позволили уйти при этом. Что они пристали с этим Громьяком? Из-за того, что я Юрченко продал? Так он же никакой. Что вы тупите вообще, блин? Так, сейчас будет матч с Гелиусом, за который раньше играл консул. Так, в клубе Тернополь множество перемен. Президентом стал Милко. Верно ли, что эта суета усложняет? Мы отлично ладим с друг другом. Сергей Ковалев по поводу... Не знаю я, кто это такой. Пошел нам на пользу перерыв. Итак, играть мы будем на выезде. И тоже команда с нами будет играть. А, нет, здесь уже 5 игроков в полузащите-то. Давайте тогда попробуем с опорником сыграть. У одного нападающего. Пока Настасья себя не оправдал. Давайте Мишенина выпустим. Он уже выздоровел и пойдет у нас на левый фланг. В то время как Климов сосредоточится по центру. Так, нет. Вот так пойдет, значит, тормозов. А в опорную зону можно Соколовского поставить. Ух ты, Тарас Кривой тоже уже выздоровел. Значит, все-таки Кривой может пойдет в атаку. У него реализация получше. Тормозов можно будет вместо Шаповалова выпустить на правый фланг. Хотя у него скорость уже совсем упала. А, так тормозов старый, 34 года. Тогда да. Сгура Палянчук. И так далее. Яценка на левом фланге стал играть не очень. Поэтому выпустим Шоппина. А, Шоппин травмирован. Как-то я не заметил. А может ли Кирилл играть слева? Нет, не может. Защитник левый пускай изучает. Хотя, а, слева у нас уже ушел, да? А нет, Дубчак еще с нами. Тогда вместо Яценко пускай слева сыграет Дубчак. Имеет контракт с нами. И когда он истекает, 29 числа, вот-вот на днях. Давайте посмотрим. Если сыграет хорошо, то, может, с ним переподпишем контракт. И оставим его в клубе. Хотя мне он, конечно, особо вроде как и не нужен. Что же пожелать моим ребятам? Мы не являемся фаворитами, но вы должны сделать все возможное для наших фанатов. О, дождь. Посмотрим, станем ли мы меньше пропускать с нашей тактикой в одного опорника. Галабобов. Тьфу, вообще в никуда просто пас. Дубчак. Секуда это пас был вообще? И почему вообще нам показали этот момент? Эта тупорылая перепасовка в центре поля. Чтобы показать, как Идахор открывает счет. Ну, Лаки Идахор, да, в свое время поиграл в высшие лиги. Хороший игрок. 1-0. И моя защитная тактика вообще не работает. Пас вперед на Кривого. И Кривой зарабатывает пенальти. А нарушает Евгений Бридун. Очень хороший защитник. Которого я частенько стараюсь в менеджерах покупать. Атласек. И не забивает пенальти. Как же так? Вот это было обидно, конечно. Климов, Атласюк. Климов навешивает. Сидоренко на месте. Кстати, Сидоренко, он же был лучшим вратарем. Он вошел в сборную года в нашей первой лиге. И неужели сейчас снова поймают нас на контратаке? Ну, началось. Усыпляют бдительность, а потом очень опасно каждый раз атакуют. Так, давайте через контроль мяча тогда играть. О-хо-хо-хо-хо. 2-0. Евгений Бридун. То, о чем я говорил. Совсем не идет игра. Попробуем сыграть. Тогда следующим образом. Третий мяч. Лаки и Дахор делают дубль. Да, как пошли команды посильнее, у нас сразу же начала сыпаться игра. Сразу же становится заметно, что игроки очень низкого класса. Кривой, мишенин. Еще и мяч потерял, пробегая по левому флангу. Ну, что это такое? Стадо баранов, блин. Кто так играет? Это было ужасно. Нару на всех. 3-0. Я просто в шоке. Иван, спичка, желтую карточку успел выхватить. И защита у меня 5-7 почти у всех. То есть проваливается очень часто. Да уж, Шаповалов сумел вырвать мяч и придется в одиночку там решать. Опасно пробил, молодец. Нужно брать инициативу в свои руки, когда у команды не идет игра. Климов что-то там долго думал, мишенин. О, доигрались, молодцы. Мединский вперед на Кривого, Шаповалов. Снова Климов, мишенин по левому флангу. Навес на Кривого и счет становится 3-1. Давайте делать замены. 6-2 играет Климов. Очень ужасно просто. Выпустим Банаду вместо него. 6-2 на левом фланге Дубчак играет. Выпустим Яценко. 6-2 играет Шаповалов на правом фланге. Выпустим. Тормоза во скорости нет. Блин. Нападающего пока менять не будем. Кривой играет неплохо. Дубчак. Соколовский. Климов. Кривой издалека попадает в крестовину. Еще один момент. Удар издалека. Да уж. Голобобово-желтая карточка. Штрафной. Странно, что мы еще и не пропустили. Ну, 3-1. Очередное разочарование для команды. Да, ужасно просто. О-хо-хо-хо-хо. Чуть не разгромили вообще. Какие-то перепасовки. Кривой. Вперед на Шаповалово. Шаповалов перевод на Мишенина. Мишенин на вес. И тут Сидоренко на месте. Да. Сидоренко, конечно, красавчик. 3-1. Заслуженное поражение. Нам просто не повезло. И все это понимают. Спустились уже на 8-ую строчку. Ну, началось наше падение. После матчевая пресс-конференция. Нам остается упалать на удачу. Да не хочу я. Лаки и Дахор. Я ожидал от него большего. Итак, Десна будет играть по схеме 4-4-2. Голобобов у нас травмирован. Шоппинг тоже. Блин, ну в центре Яценко выпускать для меня очень опасно. Я не решусь. Уже лучше тогда Кирилла, наверное. Несмотря на то, что Кирилла очень нестабильный. Так, и вообще наши схемы не работают. Попробовать тогда какую-нибудь атакующую схему. 4-3-3 с двумя опорниками. 3-5-2. Тоже довольно интересная схема. Что если с Десной попробовать сыграть в 3-3 защитника? Чисто интересно, что из этого получится. Так, Кривой в атаке. Мишенин на левом фланге. Так, Соколовский в защите не будет. Тут Кирилла. Так, слева Мишенин. Справа Шаповалов. Мединский вместо Соколовского. Так, Романа Тормозова выпустить тогда вместо Соколовского. Хорошо. Дальше Климов, Дубчак. Дубчака надо заменить. Пускай Сергей Полянчук выйдет. Раз он шалуется, что я его там, видите ли, из команды выживаю. Так, Голобобов травмирован. Гаврыш легкая обеспокоенность. Но Гаврыш играет очень плохо. Так, инструкции. Как часть крепкой сфокусированной команды. Иногда ценой потери выразительной. Так. Давайте более дисциплинированно играть. Взвинтить темп. Мешать короткому вводу. Плотную опеку использовать. Трессинговать. Очень много. Очень высокая линия обороны у нас здесь будет. Ждать подключения партнеров. Играть широко. Идти в обыгрыш защитников. Навешивать в штрафную. Отдавать пас в свободные зоны. Офсайдную ловушку я не знаю. Да можно в принципе использовать. Идти прямым путем. Давайте попробуем сыграть новой для нас тактикой. С насыщенным центром поля. И мощной атакой. Тем более, что мы не являемся фаворитами в этой игре. Кстати, надо было выбрать там контроль мяча, наверное. Или атакующий стиль. Вот у нас идет как обычно. Контролируйте мяч. Так, я хочу, чтобы вы прервали нашу серию в сегодняшнем матче. Неудачную. Мединский. Тормозов. Навес в штрафную. Тут у Шаповалова отобрали мяч. Шевченко был в офсайде. Мишенин на вес с углового. От Ласюк. Кривой. Клима. И еще один удар. И спичка добивает. Тут затолкали мяч у ворота соперника все-таки. Кое-как сумели этого добиться. Вроде как неплохая тактика. Правда, очень насыщенно. Линия атаки у нас получается. Мишенин. Навес. И счет становится 2-0. Святослав Шаповалов. Неплохо. Атакующий стиль мне больше нравится. И при этом у нас защитников почти нет. Но для них и нет и особой работы. Таким образом. Мы не даем просто нормально работать нашим защитникам. Я доволен. Продолжайте в том же духе. Молодцы. Начинаем второй тайм. Посмотрим. Так тормозов играет. Плоховато. Возможно, его придется заменить в ближайшее время. Ух, Плетеницкий. Молодец. Давайте заменим тормозов. Выйдет с Гура. Климов плохо играет. Да ладно. Нормально он играет. Чего завелись-то? Ну, конечно, да. До лидера он немножко не дотягивает. Тут скорее-то раскрывой. Стал тот, кто задает темп нашей команде. О-о-о-о. Линия обороны просто провалилась сейчас. Сейчас делаем замену. Сложно кого-то заменить. Давайте выпустим Богданова вместо Кривого. И выпустим Гаврыша, который давно не выходил. Вместо Климова, у которого игра почему-то не пошла. Ну, молодцы. Довели все до победы. Ух, завалили Богданова там. Итоговый счет 2-0. Отличная победа. Так держать. Чего еще тут можно ожидать? И мы поднялись снова на седьмую строчку. Обошли таким образом Гелиус. Конференция. Поздравляю. Я думаю, это большое событие, что мы прервали серию. У ваших игроков потрясающее голевое чутье. Да. Конечно, Полянчук провел отличный матч. Молодец. Невероятная победа. Согласен. Атласюк сыграл хорошо. Ну, в общем, под эту тактику, вроде бы, как все сыграли неплохо. Единственное, нужно пойти в тактические наши настройки. И настрой выбрать на контроль мяча, так как у нас это сработало в этот раз. Попробуем сыграть теперь со Звездой. Так, рассчитываю все, что предстоящий матч укажется удача. Конечно. Хотелось бы верить. Без комментариев. Паразирку. Да не буду я про Зирку ничего говорить. Приехали играть на выезде против них. Так, ну что. Команду победителей на переправе менять не будем, наверное. Шопинг. Кошелюк. Кошелюк должен быть на замене. На случай, если что-то с Шоповаловым будет. Дановзгура. Банада. Гаврыш. Вот Гаврыша давайте уберем. Так. Андрея Дубчака выпускать или нет? А, ну у нас на фланге сейчас никто и не играет, собственно. Так что скорее нет, чем да. Поехали посмотрим, что у нас получится. Заиграет ли эта схема у нас яркими красками. Так. Снова выставляем. Каким образом нам нужно будет играть против них. Поехали. Они тоже, кстати, атакующий футбол будут исповедовать. За нами должок. Давайте отомстим. Спичка почему-то в плохом настроении у нас. Ну, я думал, потихонечку у него настроение восстановится. Клима пробивает штрафной. И счет становится 1-0. Хороший футбол. Поехали. 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 Создается на ней довольно много за матч. Не все реализовываются. Но при этом создается вообще на поле такое впечатление, что наших игроков больше. То есть на любую позицию, куда ни отдашь, везде есть кто-то из наших. Удар издалека неудачный. Вот. А тут уже момент у наших соперников. Ух! На добивании мостовой сравнивает счет. На 17-й минуте звезда. Тут на добивании так чисто повезло. Все равно, думаю, надо продолжать давить. И результат не заставит себя ждать. Ух! В перекладину угодил наш Тарас Кривой. Вперед на Кривого. Немножечко не успевает. Там защитники расправляются. Быстрее нагоняют мяч. Тормозов, которого уже нет особой скорости. Ух! Шаповалов по флангу вперед и можно замыкать. Сначала Кривой пытался, потом Тормозов уже на добивание. Угловой неудачно навесили. Шаповалов. Ну, хорошая защита, ничего не скажешь. Моменты есть, но при этом защита справляется. Кривой попал в офсайт. Вот снова момент у звезды. Что опять будут заталкивать. И правда, уже на добивании. Агиря делает счет 2-1. Самое интересное, что игра у нас идет лучше, но... Они умудряются заталкивать нам в ворота. Один за другим мячи. Да уж, как-то странно даже. Плетеницкий. Ну, что это такое? О, Тарас Кривой. А ну-ка, да что ты делаешь? Выход один на один так отстойно реализовываешь. Сколько уже моментов сегодня создали. Нам бы хватило этих моментов на несколько матчей. Учитывая то, как раньше мы создавали за матч 2-3 момента. И при этом умели их как-то реализовывать. Снова офигенный момент. Разрезной пас. И не смогли забить. За нами должок. Давайте мстить. Что это еще такое? Надо, надо додавливать звезду. Что, они нас теперь будут давить? Да ладно. Паленчук вперед. Все равно тут центр поля за ними. Хороший тренер у звезды. Ничего не скажешь. Спичка. Вперед на Мединского. Мединский вперед на Тормозовый. И счет становится 2-2. Да, Тормозовый в этом сезоне заиграл новыми красками. Уже и скорости особой нет. А при этом все равно старается. Так, Кривого надо менять. Он получил какое-то там повреждение. Вместо него выйдет Богданов. И Мишенин на левом фланге. Но его заменить некем. Разве что Климова поставит вместо Мишенина на левом фланге. А в центр и выпустить Банаду. Тогда может что-то и получится из этого. У Богданова не такая хорошая скорость. Поэтому не знаю, насколько он впишется в нашу скоростную игру. Оууу, какой выход один на один. Оффсайд. Хоть что-то хорошее. Оффсайд. 6.3 Полянчук. Надо бы его заменить. Вместо Полянчука выйдет кошелек. Тоже как-то плохо играет Полянчук. 2.2 Ну, неплохой результат. Я горжусь вами. Молодцы ребята. В старании вам не откажешь. На седьмом месте мы задержались. При этом Гелиус нас обошел. Так, теперь матч с Солчевской сталью. Которая обычно у нас побеждает и делает это очень непринужденно и легко. Опа! Кривой не может сейчас играть. Выпустим с Гуру. Он у нас давно не играл в основном составе, просто к Анастаси. Голобобов что-то у нас там заскучал. Давайте вместо Кирилла его поставим. И продолжим наигрывать эту новую тактику для нас. Не знаю, как мы без Кривого будем обходиться. Соберитесь и покажите, на что вы способны. Боевой дух немножечко начинает улучшаться у нашей команды. С Гуру во всаде на первых же минутах уже побывал. Но не надо давать им так легко проходить в нашей штрафной. Так, С Гуру навешивает на угловой. Отбиваются ребята. Совсем не опасный угловой был у нас. Моментов не так уж и много возникает у нашей команды. Фу, даже у соперника больше моментов, чем у нас. И это при том, что мы играем в очень атакующий футбол. Ух, Борисенко на месте. Мяч пока долетал, он уже не очень быстро летел. Хотя мяч все еще летел в девятку. Мединский вперед натормозала, но до него мяч, к сожалению, не дошел. Так, снова Мишенин. Мишенин Абойко отобрал мяч. И сейчас будет уже контратака быстренько. Сейчас в центр. Но ребята прервали. Борьба в центре поля идет. И спичка, похоже, красную карточку сейчас получит. Да, все верно. Обидно. Значит, Евгения Банаду выпустим. Вместо Полянчука. Чтобы он мог сыграть в центре. Поехали. Ну, теперь будет сложнее. Мы центр поля, скорее всего, потеряем. И теперь матч с большой долей вероятности будет проигран. Первый тайм, конечно, устояли кое-как. Я доволен так держать. О-хо-хо-хо-хо-хо. Потеряли настрой. Я расстроен слабым контролем. Ладно. Потеряли настрой. Теперь точно проиграем. Будем ждать тот момент, когда мы пропустим. Не знаю, надолго ли нас хватит. Мединский получил травму. Просто замечательно. Пускай АК Анастасия выходит. Все равно проиграем. Смотрим, что получится. Во всаде с Гура был. О, начинает разрывать просто нашу защиту. Как хотят просто. Такое ощущение, что они более скоростные, чем у меня защитники. Ой-ой-ой, сейчас закатают все-таки. Да, Банада ошибся. 1-0. Чего и стоило ожидать с такой игрой. С Гура продолжает тупить. Играть никак. Так, Климу вместо мишени. На и в центр. Тогда тот же кошелек пускай выйдет. С этими еще травмами тоже беда. О, Богданов хотя бы за мяч цепляется. Возле девятки пробил. Хоть какой-то момент. Борисенко с мячом. Навес вперед там, ребята. Мои не справляются. Вот снова уже момент. Разрывают оборону разрезными, как хотят. Сейчас еще и Голобобов может красную получить. Судья пожалел его. Заслуженная победа. Алчевской стали. В который раз сталь нас просто разрывает. Сергей Симоненко тоже играл высший лидер не один год. Ну да, тут особо не посоревнуешься. По игрокам мы проигрываем. Ну, тормозов хотя бы забивает. Спасибо за старания. Спаса кошелюка. И, пожалуй, что на этом все. Один-два поражения. Я недоволен результатом. По-разному отреагировали ребята. И это уже их проблема. На десятое место аж спустились-то, а? После матчевая конференция. Не смог забить. Если Александров продолжит работать, голы пойдут. Был удален. Да, до удаления игра была равной. Так, ничего не скажу. Чтобы мы остановились и начали принимать, когда игроки получают из-за слишком агрессивной игры соперника. Симоненко реализовал. Мне все равно, как отразится тот факт, что Мишенин не буду комментировать, не буду приведший. Рассматриваете ли вы спичка в ближайшем будущем? Теперь мне стоит задуматься по поводу него. Спичка дисквалифицирован. Ну, а мы, пожалуй, что на этом закончим, потому как первый круг чемпионата мы закончили уже в центре таблицы, лучше, чем в прошлом году. И можно теперь побороться за то, чтобы оказаться в верхней части таблицы. И получится ли это у нас, смотрите, в следующих сериях. С вами был Армак. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите на наш сайт GameInf.ua и в группу ВКонтакте, где вы сможете просматривать все видео, те же, которые вы смотрите здесь. Возможно, кому-то там будет удобнее. Всем пока!